Пивовар подменялся в вымышленном причинении желудка вреда здоровья, вызвавшего кратко время расстройства здоровья и незначительности культуративных способностей. По апелляционному приговору Пивовара поправлено по притальному венению в совершении преступления предусловленной части 1 статьи 115 и указанной основной пункте 5 статьи 2 статьи 3 статьи 2 поколения за осознанность состава преступления. Костационные жалобы представителей Батяк-1 в частном вене слепоусловия Допочекина выражает несогласность с велиционным приговором, считает это по существенному нарушению уголовного опекционного закона. Здраво, уважаемый суд, я полностью поддерживаю доводы своей акционной жалобы, действительно считаю апелляционным приговором было после суда 31 мая 1923 года, в котором Пивовара была оправдана, считаю этот приговор явно незаконным, поскольку судом в апелляционных инстанциях были допущены существенные нарушения уголовного опекционного закона, скажающие саму суть правосудия и смысл судебного решения как акт правосудия. В своей акционной жалобе я достаточно подробно изложил те основания, по которым я считаю, действительно, этот приговор поддержащий безусловной отмены, и эти основания являются все-таки существенными, они действительно реальны и служат на основании безусловной отмены приговора. Я хотел бы обратить особое внимание на то, что суд апелляционной инстанции совершенно незаконно отвергал заключение эксперта 42.33 от 19 октября 2022 года, при этом, отвергая данное заключение эксперта, суд указал, что не принимает его по вниманию. В уголовном существенном законе нет такого понятия, как и непринятие его внимания. Каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относительности, допустимости, достоверности о совокупности достаточно для разрешения уголовного дела. Так вот, суд указал, что не принимает его внимания данное заключение эксперта в связи с тем, что оно не получено с нарушением закона. Однако, решение о признании данного заключения эксперта недопустимым доказательством суд не принимал ни в ходе рассмотрения уголовного дела, ни в апелляционном приговоре. Соответственно, суд не ссылался на должность 75-го уголовного социального кодекса. Поэтому, отвергать таким образом это заключение эксперта нельзя с точки зрения закона. И, безусловно, предсказали саму суть правосудия и смысл судебного решения, как акт правосудия, такое решение суда, не визитированное совершение. Кроме того, те обстоятельства, которые указал суд для отвержения этого заключения эксперта, они также не выдерживают никакой критики. То обстоятельство, что привоварные госзащики не были ознакомлены с этим, с поставлением значения экспертизы, в ходе еще провладимой проверки доследственной. Не является основанием, чтобы не принимать на внимание заключение эксперта, поскольку не было у него еще статуса соответствующего у Беловарова, и не было обязанности с ним ознакомиться. Когда у него статус появился, он делал частного обвинения, было возможно, соответственно, его и его защитники ознакомить. Что касается методик примененных, что якобы отсутствует на заключении эксперта ссылки на примененные методики, у нас эксперт допрашивал с всего железа, который проводил эту экспертизу, и она подробно объяснила, каким образом она проводила, чем она руководствовала при проведении этой экспертизы, какие факторы она учитывала при выставлении легкого вреда здоровью к руслой, в том числе и объективные, субъективные признаки, то есть это нарушение координаторных проб, объективные признаки, это наличие жалоб потерпевшей, и плюс динамику она учитывала, развитие этих признаков, то есть динамика служит подтверждением диагноза сотрясения головного мозга. Всегда так было, тысячи уголовных дел по легкому припу здоровью строились именно на этих признаках. А что касается методик, она указала, что методики все изложены в перечне литературы, который приведен ей, соответственно, в этом заключении эксперты. То есть все разъяснило, все было понятно. И поэтому это не является основанием для непринятия его внимания заключения экспертов в 20-30 проведенного и экспертов имеющим соответствующим квалификацию, компетенцию и научно обосновавший свой вывод. При этом суд незаконно не дал никакой оценки этих показаний в экспертизу железа, как будто их и не было в принципе, что также является существенным нарушением уголовно-профессионального закона, я считаю, предыдущим безусловно отменом приговора. Поскольку показания экспертов всего железа, они все-таки действительно подробные и достаточно мотивированные, и они существенно противоречны показаниям незабожного судебно-национального эксперта Бажерного, Бажерного и Ястребного. Я прошу суд отменить апелляционный приговор и направить дело на новое апелляционное рассмотрение в том же уголовном составе. Понятно. Слово для выступления предоставляется прокурору Круктура, пожалуйста. Ваше счастье, уважаемые участники процесса считают, что конституционная жалоба представителя потерпевших русского адвоката Тюльпинова в данном случае является обоснованным суд апелляционной инстанции, не установив конкретных нарушений требований ст. 87-88 уголовно-профессионального закона, которое допущено судом первой инстанции. При оценке доказательств в апелляционном приговоре дал собственную, то есть иную оценку доказательств, которые уже исследованы мировым судью, и получили соответствующую оценку приговора, что по закону не является основанием для отмен или изменения судебного решения. Апелляционный приговор, на мой взгляд, не соответствует требований ст. 389.28, 389 и 29 ПК. При его постановлении не дано, но в объективе оценки всем рассмотренном судебном состоянии доказательством. Так, в нарушении пункта 4 часть перспектива 35 УПК не раскрыты. Показания всех допрошенных лиц имеющих существенное значение для правильного разрешения уголовного дела и доказательства в апелляционном приговоре приведены выборочно. Изучив материалы уголовного дела, проверив доводы, конституционные жалобы представителей потерпевших частного обвинителя, выступивших в возражении на нее, выслушав участников процесса, суд, руководствующих статьями 401-14-4-1-15, ПКР постановил. Костановный жалобы представителей потерпевших частного обвинителя, в русском адвокате, выкинул удовлетворить. Приголовный судебный участник в городе Балакула, Саратовскую область, 16 марта 2023 года, приемный прибор Балакула, Саратовская область, 31 марта 2023 года, в отношении пивовара Ивана Игоревича отменить. Передать уголовное дело на новое судебное рассмотрение. Именно мировым судебным делом направить председатель Балакула, Саратовской области для определения территориальной консульности. Мотивированное постановление судебной инстанции. Протокол судебного заседания будет изготовлен в течение 7 суток. Протокол судебного заседания в течение 3 суток со дня окончания судебного избирательства по делу. Копию постановления можно получить в суде первой инстанции. Постановление судебной инстанции может быть обжалован судебной коллегией по банду законного суда Российской Федерации. Также участникам процесса разъясняется право ознакомиться с протоколом судебного заседания и принести на него замечание в установленном законном порядке.